добрый день дорогие друзья добрый день любители гортензии сегодня хочу поговорить на такую тему как недостаток кальция у гортензии показать как это проявляется и поговорить о том почему это происходит и как с этим бороться на примере вот этой крупнолистной гортензия я покажу смотрите лист приобретает вот такую уродливую форму вот здесь хорошо видно он становится очень хрупким ломким буквально при нажатии он растрескивается также при недостатке кальция возможно отмирание точки роста здесь этого не произошло слава богу но в прошлом году на некоторых кустик метильчатой гортензии я такую картину наблюдала недостаток кальция сразу скажу можно легко спутать с недостатком бора поэтому будьте внимательны происходит недостаток кальция точнее проявляется в основном на молодых листьях кальций накапливается в старых листьях недостаток проявляется на молодых собственно говоря здесь так и на моем кустике и происходит первые листики первого порядка абсолютно здоровые были и здесь и здесь второго порядка уже пошли в рост вот такие деформированные друзья почему это происходит вот казалось бы наши гортензии достаточно кислолюбивые растения мы покупаем кислый торф для них на самом деле недостаток кальция чаще всего проявляется именно на кислых и легких почвах кальций легко вымывается дождями если мы выращиваем растение в контейнерах там вообще все прекрасно вымывается подкормки необходимо регулярные если растение растет в открытом грунте кальций уходит более нижние глубокие слои почвы и для растения становится просто недоступной для чего необходим кальций почему он так важен для наших растений значит наличие кальций важно для образования клеточной оболочки растений то есть кальций по сути является скелетом для всего растения и кальций склеивает между собой клеточки то есть недостаток этого макроэлемента приводит к деформации клеток что мы можем наблюдать на примере этого саженца также кальций регулирует водный обмен обеспечивает нормальные условия для развития корневой системы то есть при недостатке кальция у нас не формируются новые всасывающие корешки происходит загнивание корневой системы вследствие чего повышается грибково-бактериальный рост надземная часть не получает питания и растение может вовсе погибнуть если не принять во время меры значит чем подкормить если вы столкнулись вот с такой проблемой это кальциевая селитра я приобретала от буйских удобрений кальциевую селитру результат после подкормки не заставил себя ждать видно что уже молодой лист пошел абсолютно здоровый вот подкармливала я под корень и давала еще по листу но хочу сказать не увлекайтесь подкормкой кальция содержащих содержащим удобрением потому что недостаток плохо а переизбыток говорится еще хуже вот какой для себя я сделала вывод значит в начале сезона самое первое удобрение мы используем мы используем всегда с повышенным содержанием азота я решила что буду применять теперь только кальциевую селитру потому что кальций важен то есть он необходим растению на протяжении всего периода вегетации но особенно важно он именно на начальном этапе когда тронулись у нас побеги в рост когда побеги пошли в рост именно на начальном этапе очень необходим кальций растению поэтому первую подкормку ну и возможно вторую то есть одну максимум две подкормки я буду делать именно кальциевой селитрой под корень и по листу пройдусь вот я надеюсь конечно что вы с такой проблемой не столкнетесь но берите для себя информацию на вооружение если вы видите вот такого рода проявления на своих кустиках имейте ввиду что это возможно недостаток кальция еще раз повторюсь что его можно спутать с недостатком бора будьте внимательны